Турция начала военную операцию на севере Сирии. Бронетехника и пехота пересекли границу и вошли на территорию соседней страны. Рассказывает Сергей Ауслендер. Это уже третья турецкая операция в Сирии за последние два года. Под прикрытием артиллерии танки, инженерная техника и пехота перешли границу и устремились вглубь сирийской территории. Заявленные Анкарой целью операции – обеспечение безопасности своих южных рубежей. У нас нет планов по захвату сирийской территории, но мы не будем мириться с любыми попытками атаковать нас оттуда. Это наша принципиальная позиция. Операция началась в тех районах, которые контролируют курды, едва ли не главный противник Анкары. До поры до времени Турция воздерживалась от решительных шагов в их отношении, учитывая поддержку, которую курдам оказывал Вашингтон. Но как только Трамп заявил о намерении вывести свой контингент из Сирии, турки перешли к решительным действиям, даже не дожидаясь физического вывода. Что касается намерения США о выводе войск из Сирии, мы приветствуем это решение. И Турция полностью поддерживает территориальную целостность страны. Я имею в виду Сирию. Мы очень привержены этому. Летом этого года Турция провела в Сирии широкомасштабную операцию «Щит Ефрата». Ее части действовали одновременно против отрядов ДГИЛ в приграничных районах и нанесли серию ударов по курдам. В итоге, посчитав задачи выполненными, турецкие военные отошли на свою территорию и с тех пор активных действий не предпринимали, во многом опасаясь случайного столкновения с американцами. Вывод американских войск из Сирии коренным образом меняет расклад сил и может сильно повлиять на весь ход войны. Решающими игроками теперь становятся Россия и Турция, чьи вооруженные силы остаются в регионе и продолжают принимать участие в боевых действиях. Сергей Услендер, Хабар-24.